здравствуйте если вы только знакомитесь с миром аниме или возможно ищите чтобы интересного посмотреть таком случае сегодня мы снова попробуем создать подборку специально для вас настоятельно рекомендую посмотреть первую часть если не видели но если же база из прошлого ролика вами пройдено или же вовсе пришлось вам не по вкусу сегодня копнем поглубже а именно в твою личность и даже ваше увлечение и что касается последнего выбор тут будет поистине что именно есть огромный начиная от любителей спорта и заканчивая простыми гав гавычами вот вам пара примеров любите готовить повар-боец сома самая настоящая тяжелая катлетика жанра аниме чел изготавливает настолько вкусное хрючево что у людей у которых его пробуют сносит крышу и срывает одежду вот вам и повод задуматься какую столь он туда добавляет конечно же у главного героя будут враги поэтому сюжет вкратце можно описать так на самом деле все блюда реально приготовить в жизни так что вот вам повод вкусить что-то кроме бич пакетов хотя судя по ценникам последнее время это уже рич пакеты я это в общем к тому что аниме действительно вдохновляет на кулинарные шедевры как вам мой якутский суп если же вы типичный игрок в мморпг тут можно подобрать много аниме но я бы посоветовал повелителя представьте и мамошка закрывается и чел из топовой гильды решает провести последние минуты в ней но внезапно серверы не отключаются он оказывается в каком-то другом мире не может выйти а у всех нпс личность которую им когда-то прописали поэтому они становятся очень даже живыми и чем же тут заниматься фулл прокачанному чернокнижнику спойлер много чем интересным ну а если ты любишь учиться кого я обманываю лучше уж смотреть видосики и в игрульки играть а учеба это помянем сейчас попробуем исправить такое положение а чтобы ты точно не перенапрягся в бытности являясь участником учебного заведения то у меня для тебя есть сопутствующий совет допустим в следующем году тебе нужно сдавать егэ или угэ это уже начал задумываться где тебе искать репетиторов стоит ли ходить на дополнительные занятия к своим учителям которые не смогли ничему тебя обучить штатном режиме что ж добро пожаловать современный мир где тебя могут подготовить к экзамену не выходя из дома ведь в сотки каждый третий ученик сдал егэ на 80 плюс баллов да и вообще вас подготовят с любого уровня именно на тот балл который нужен для поступления в вуз который вы выбрали а в качестве бонуса все лето занятия будут проходить бесплатно при оплате первой подписки на сентябрь то есть четыре месяца по цене одного вполне могут дать вам представление об обучении онлайн также ты получишь персонального менеджера и наставника которые всегда будут готовы тебе помочь и ответят на любые вопросы например сервис предоставляет самую быструю проверку домашнего задания так что ты как можно скорее сможешь приступить к исправлению своих ошибок если они конечно будут а если вдруг по времени не успеваешь то всегда сможешь посмотреть записи занятий за своим прогрессом следить будет очень легко так как пробники пишут каждый месяц если тебя это заинтересовало то по моему промокоду ты получишь скидку 10 процентов ссылка на школу сотка будет внизу сперва записывайтесь на бесплатный вводный курс и удачи на экзаменах так что же тебе еще может нравиться может котики тут правильно было бы вам посоветовать кошачьи деньки но на это аниме и так натыкается каждый кто спрашивает у меня из какого аниме тот или иной момент из видео ой простите обронил так что лучше всего подойдет конечно же никопара вот вам повод узнать кто такие эти кошка девочки любишь рисовать всякие анимешные картинки и мечтаешь когда-нибудь выпустить свою мангу бакуман это краткий путеводитель по всему пути мангаки с самого начала но прелость в том что история сама по себе цепляет поэтому даже если ты рисуешь ну скажем как я аниме тебе все равно понравится если же ты увлекаешься историей и телепередачами на канале ран тв то специально для таких как ты была придумана целая линейка под названием судьба если вкратце каждый сезон это королевская битва в которой всякие чуханы призывать легендарных персонажей так при чем уже тут ран тв ты спросишь ну смотри джак потрошитель король артур франкенштейн леонардо да винчи но мой фаворит это естественно астольфо настоящий рыцарь только истинные герои готовы скрестить с ним мечи ну и обычно главные героини каждого сезона это чисто косплейный фантом лансера но если ты любитель хорошенечко прибухнуть то тут три пути 1 рекламный выпиваем дома тут по большей мере каждая серия это реклама определенного алкоголя который естественно не продается в своем ухо сранске так что ребята не драконьте себя второй путь коктейльный это алкоголь для супружеской пары тут нарисованный бармен прямо показывает что и сколько добавить чтобы замутить необычный напиток третий путь сюжетный необъятный океан это для любителей посмотреть и подумать почему он а не ты любишь доту есть совет даже для тебя иди нахуй я это к тому что есть аниме даже на тот случай если ты овощ по сути это как нельзя кстати двигает нас к необычным и даже нестандартным на первый взгляд аниме например пинг-понг просто посмотрите на эти кадры и ответьте видели ли вы что-то подобное естественно я не предлагаю смотреть все это без звука ведь сюжет и история тоже на приличном уровне агент времени это китайское аниме а все китайское аниме как правило очень красивая по сюжету челик смотря на фотографии может попасть в этот период узнать что там произошло что-то сделать или даже изменить интересно он может узнать что произошло на площади тэнь аниме в 1989 году перед вами кей-поп как вы думаете что еще подарила миру корея конечно же быть героем в начале ты не раз задумываешься чем вдохновлялись авторы а потом окажется что все это изюзя и ты задумаешься еще сильнее с долей грусти и треком часы ну это конечно легендарное аниме сразу видно что у них не просто так лидер кем чем и или это другая корея тут как с палочками твикс кин поймешь а теперь давайте перейдем к ним и которые созданы специально для души чтобы ты улыбнулся почувствовал тепло внутри и возможно иногда плакал потому что у тебя такого не будет в жизни повторная жизнь аниме которое нанесло мне бесконтактный удар 27 лет безработный холост есть вредные привычки стоп это что я а нет это главный герой ему повезло попасть программу relive он съедает таблетку и его тело омолаживается на 10 лет и вот он 17-летний ученик старшей школы но со взрослыми мозгами таким образом перед юношей появляется вариант изменить всю свою жизнь какому японцу нужно сделать бонзай чтобы у меня все было также если с годами ты стал затворником который избегает общения с людьми из-за социофобии то на этот случай есть аниме одинокий рокер мы недавно уже комплексно разбирали тему социофобии так что не будем на этом зацикливаться лично мне для души приятно лицезреть аниме где главный герой делает вид что он обычный неприметный типок но внезапно оказывается что он же есть что за гений любая хрень идет по его плану и из любой передряги он выбирается так еще не накидывает на себя пуху продолжая оставаться в тени тут у меня сразу два аниме класс превосходства аниме про типичных представителей имбоу сош система баллов конкуренция каждая серия на ёбка на на ёбке а финале первого сезона вообще на ёбку в квадрате боже как я хочу детей это я на коджи ну и игра друзей интриги и конкурсы на бабки как узнать кто друг а кто враг при этом не играя в доту сложно надеемся ребята выберутся из долговой ямы а тем кому для души нужна тяночка но они лицезреют размножение только когда убирают безопасный поиск есть аниме с вайфу которые западают в сердце таких обычно два вида первое для всех у кого мечта умереть от тисичного удушья или проще говоря гаремники то есть у нас есть главный герой и большой пул героинь которые так или иначе будут за него бороться поэтому сюжет всех мультиков этого жанра сводится к одному как зовут мою жену второе для любителей трушных непорочных чувств романтические аниме как самый лучший пример клан над история парня от юных лет до тех пор пока его тян не стала сказуемым младшим сержантом а сам он электриком 3 разряда очень хочу еще раз пересмотреть это аниме но понимаю что в конце будет депрессия в 0 лет из всех тян которые были на примете я выбор его рута осуждаю если что вы тоже можете поиграть в новеллу выбрать другой путь ну а если же вы огорчились в обычных женщинах то ну что на кого там сегодня ага на роботов чоби ты это довольно старое и доброе аниме пар мужика который нашел девочку робота в мусорке и начал заниматься ее воспитанием подключился ли он в итоге своей флешкой к ее юсб коннектору узнаете после просмотра ну и наконец-то аниме для настоящих мужиков которые радуют глаза и греют сердце тут и про обычный зимний лагерь в казахстане и про жителей села деревень именно такие аниме учат быть добрее в том числе и к окружающим и между прочим обязательно входят в комплекс упражнений волейбольных команд или вы думаете почему они все время обнимаются в общем если ты ветеран анимешных войн тут и как и я смотрел это чтобы твои дети могли смотреть это это конечно хорошо что ты любишь аниме врачи у дронов а что насчет children пор ой то есть я хотел сказать аниме который чаще всего рекомендуют боку но пико сейчас пойдет потеха вот вам мой фанфикс предыстории к данному шедевру японской мультипликации однажды мужчина и сбоку на пику начал встречаться с девушкой и через некоторое время у них все дошло до интима они сняли красивый номер она медленно началась снимать с него штаны а после сделала удивленное лицо и спросила почему такой маленький а мужик ответил это для детей в общем аниме про дружбу между мужчиной и мальчиком но к чему она приведет не заставляйте мне рассказывать что там произошло мне же потом этим ртом детей целовать ой от места девочкой с мальчиком да ладно не удивляйтесь аниме против лгбт это то же самое что копик против алкоголя или пчелы против меда я делал полноценный обзор этого аниме но youtube такой сюды так что теперь это эксклюзив сообщества века можете зайти и посмотреть отличное видео для семейного просмотра в общем я только что вышла и вот это облако